Дарья Масалова К 7 годам колонии Это кадры марта 2012 года Город Берцк Первенство России по пауэрлифтингу На скамье 20-летняя уроженка Бийска Без минуты чемпионка России Татьяна Андреева Алло, мам, привет А все, я встала на октябрь в графе, как мы с тобой договаривались Все, целую, люблю вас А это Шипуновский район Исправительная колония номер 6 Наказание здесь отбывают 850 женщин со всей Сибири Еще два года назад Андреева И представить не могла, что станет одной из них И будет разговаривать с родителями Раз в два месяца В 2013 году ее приговорили к 7 годам колонии За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Повлекшее смерть потерпевшего Самое, скажем так, тяжелое вообще К чему трудно адаптироваться Это, ну, во-первых, стены Которые ограничивают твою свободу И, конечно же, связь Короткая связь с близкими С родственниками Но это действительно трудно Все произошло в августе 2012 года Татьяна вместе с подругой поехали на отдых По дороге встретили знакомых Те предложили подвезти А уже на обратном пути Компания остановилась в придорожной гостинице Это кадры с камеры видеонаблюдения Андрееву заносят на руках Но, по словам девушки, алкоголь в тот вечер Она не употребляла Это подтвердила и медэкспертиза Спустя несколько часов В отель приехала полиция Андреева смертельно ранила Одного из парней Начинает расстегивать мне шорты Лезет мне под нижнее белье Я, естественно, я пыталась Как-то от него отбиться То есть его отталкивал Он вообще не реагировал И ко мне попадает Какой-то нож там под руку И я его ударила наотмаш Это была самооборона, говорит Андреева По ее словам, какое-то время Она пыталась справиться с парнем своими силами Толкала, била по лицу, пинала Но когда поняла, что схватка неравная Взяла первое, что попалось под руку Нож на прикроватной тумбе На девушку обрушилась волна обвинений Мол, как спортсменка, которая жмет от груди 100 килограммов Не сумела справиться с молодым человеком В свое оправдание Таня говорит А вы сами попробуйте Одно дело жать в зале, а другое Оказаться в критической ситуации Когда счет идет на секунды Но суд признал девушку виновной Виновной Осужденные в колонии просыпаются в 5.50 Наша героиня встает раньше всех В 5.20 Доброе утро Сегодня воскресенье, 27 сентября В учреждении объявляется подъем В гневальных центрах, чтобы ввести подъем осужденных Приготовиться к утренней физической зарядке До Андреевой ничего подобного в этой колонии не было Она первая, кто предложил ввести утреннюю зарядку В местах не столь отдаленных Правда, большинство осужденных особой радости от этого не испытывают Со спортом из них и на воле-то мало кто дружил А тут еще в колонии Бегай, прыгай, ноги поднимай Но хочешь не хочешь, зарядку делают все Это мое спальное место, где я провожу ночи Вот тумбочка, в которой лежит предмет первой необходимости Кремчики, паста и все прочее А ночи сны какие-то снятся тебе? Ну да, в принципе, они мне всегда снились И здесь, естественно, тоже А что снились? Ну, стандартные, наверное, друзья, родители, тренировки, учеба Мне всегда складывалось менее, что... Где была? На свободе Дома, что в тюрьмах сидят Ну, совершенно маргинальные личности А оказывается, действительно не так То есть, скажем так, несложно сюда попасть За делом Андреева следила вся Сибирь и даже Россия Люди разделились на два лагеря Те, кто спортсменку поддерживал И те, кто ее осуждал Глупо все это сбрасывать просто на судьбу или на случайность Ну, естественно, в этом виновата я То есть, возможно, моя неразборчивость в людях Моя доверчивость Моя какая-то на тот момент, возможно, наивность То есть, все это сыграло злую шутку Обернулось против меня Со мной в главной роли Андреева и на свободе привлекала к себе много внимания И, как ни странно, здесь, в колонии Его оказалось еще больше Сама того не желая, ее история прогремела на всю страну И, кажется, Таня уже привыкла давать интервью И отвечать на вопросы журналистов Слишком много их было за последние два года Ну что, будем заниматься? После утренней зарядки у Андреевой заседание редакционной коллегии Она редактор местной газеты Все, вопросов нет, тогда к первому числу утром вы ко мне приходите и отдаете газетки Все, до свидания До свидания В следующий раз соберемся, будем готовиться уже к другому мероприятию До свидания До свидания Она не подходит, девочки, когда как раз кто-то не стал газетом? Нет, такого не бывает Они, если что, подходят Мы не успеваем, что нам делать? Редколлегия – это непринудительное То есть, вот кто хочет, тот приходит у нас в редколлегию Нравится, да, потому что, во-первых, это все равно девчонки хотят Девчонки записываются То есть, это они что-то пишут Творчество какое-то, даже эти же стихи То есть, у нас выпускаются газеты, иногда пробы пера То есть, допустим, поэтессы, которые придумывают стихотворение То есть, они выпускают Ну и, конечно же, художники не пропадают А сама ты какие-нибудь стихи писала, вот пока здесь находишься? А, нет, стихи я не пишу 11 часов – для Андреевой самое любимое время Потому что в 11 у нее начинается тренировка В этих стенах спорт оказался для нее спасительной силой И сколько раз тренировки у тебя? Ну, примерно 4 раза в неделю Конечно, хочется поддержать свою физическую форму Потом вернуться в спорт После того, как я вернусь домой Поэтому 4-5 раз Ну, штангу тебе здесь не разрешили? Сюда Сюда, да? Да, к сожалению, здесь нет такой возможности Единственное, чего она здесь боится – потерять былую форму Будь ее воля, она бы притащила сюда штангу и блины Но нельзя Максимально, то есть, если брать не по соревнованиям А вообще, в принципе, и по тренировкам То есть, и пересед, и становая тяга Были максимально по 160 кг Ножем лежа – 100 Ну, а сейчас так на вскидку не вложишь? Сколько бы смогла сделать, если вы сейчас этим штангу дали? Сейчас? Мне даже, наверное, немножечко стыдно в этом признаться Но я думаю, на 50 кг, возможно, сделала бы В хорошей форме Татьяна поддерживает не только себя, всю колонию Два года она ведет для осужденных кроссфит Спортивное направление с элементами аэробики, силовых упражнений, гимнастики Заходите, заходите Будем приседать и выпрыгивать То есть, хорошее кардиоупражнение, тренируем сердечно-сосудистую систему Делаем полуприсед, приседаем и выпрыгиваем руки вверх Светлана Новикова в колонии больше шести лет И все эти годы спасением были только книги и швейное производство Теперь все по-другому Я даже не сомневалась Я сразу увидела, прочитала это объявление о наборе Я сразу пошла, чтобы поддержать и себя в форме, и здоровье Что полезно Все-таки столько лет Здесь нахожусь, практически не двигаюсь Действительно делают успехи То есть, кому это интересно И они подходят, узнают То есть, может быть, как-то скорректировать свое питание То есть, еще что-то добавить, что-то убавить То есть, какие-то новые упражнения То есть, что-то делают помимо занятий Естественно, есть прогресс То есть, кто-то худеет Ну, кто нацелен, конечно Кто-то ходит просто, чтобы поднимать себе настроение А в другой комнате тем временем ждет следующая группа Для тех, кому «за» Татьяна ведет ЛФК Обед у осужденных в 13 часов Но Андреева в общую столовую не ходит Говорит, хочу есть свое Своё – это то, что передали родители Я чувствую, что я виновата в первую очередь Перед ними, доставив им такую боль Перед родными, перед родителями В первую очередь Разобраться с женщинам в себе В колонии помогает психолог К нему осужденные могут приходить Хоть каждый день, если есть желание Но Таня ходит только на плановые беседы Она вообще не очень любит, когда ей помогают И уж тем более, когда лезут в душу На мои взгляды особо заключение Это не повлияло и не потому, что оно само по себе Не может повлиять на какого-то человека Но максимально я стараюсь остаться прежней То есть со своими старыми целями Со старыми желаниями Цель и желание – это, конечно же, спорт, учеба Все, что надо, все, что очень хочется Все, что я очень сильно не завершила, скажем так Завершить все Таня сможет в 2019 году Или в 2017-м Есть шанс выйти по УДО Тогда за плечами 25-летней чемпионки Будет уже две совершенно разные жизни Успешной спортсменки и осужденной И начнется третья жизнь Какая? Таня еще не решила Это был один день, следующую через неделю Субтитры создавал DimaTorzok